Высшие знаки отличия для лучших учителей республики. Церемония награждения работников образовательной сферы прошла в минувшие выходные. Педагоги поднимались на сцену за наградами и боролись за победу в песенном конкурсе. Подробности в следующем материале. В зале Дворца культуры имени Якова Ухсая, который сам преподавал студентам чувашский язык, собрались лучшие в своем деле. На торжественный прием пригласили каждого 70-го учителя республики. Педагогическое сообщество региона сейчас объединяет более 20 тысяч человек. Глава Чуваши отметил, что от их профессионализма зависит будущее страны. Ведь именно они обучают поколение Некст. Вы, уважаемые учителя с большой буквы, делаете все для того, чтобы наши дети были современными. Всегда мы смотрим в будущее, находим пути, варианты, инструменты для того, чтобы связь между школой, между родителями, между общественными организациями, ну и между нашими дорогими школьниками, студентами не прерывалась, а наоборот она укреплялась и усилилась. Бюджетные расходы на образовательную среду в республике продолжат увеличиваться. Главная задача на ближайшие годы ликвидировать вторую смену. Предстоит возвести порядка 30 новых школ. Мы встречались вместе с вами, со многими из вас, кто сидел в этом прекрасном зале, с министром образования Российской Федерации. И она нам многое пообещала. Мы составили ей большой список наказов. Мы видим, что много уже реализуются. Они учат побеждать. Глава региона вручил свидетельство о получении грантов педагогам, которым удалось подготовить финалистов престижных олимпиад. Одна из них преподаватель чувашского языка Галина Абрамова. Она верна своей профессии более 20 лет. На межрегиональном уровне у меня была призер. Это Маркелова Инга. И я думаю, результаты можно получить благодаря только кропотливой работе. Мы отбираем сильных учеников, занимаемся с ними после уроков. Педагогам республики нет равных и на сцене. В Чебоксарах вновь боролись за победу учительские хоры из 10 районов. Хоровое пение сближает учителей. Это и искусство, и культура, все вместе. Третий раз выступаем на учительском конкурсе хоровых коллективов. Два раза мы стали победителями. Награда за первое место вновь уехала в Урмары. Преподаватели из этого муниципалитета лучше всех исполнили песню на чувашском языке. На русском учительский хор из Алатыря. Бедри Ковалев, Ирена Габелян, Республика.